Вот смотрите, оно как берётся. Сколько угодно можно снять этого покрытия без ногтей, у меня нет ногтей. С момента ремонта ещё и недели не прошло, а яму на новой дороге можно выкопать голыми руками. Жильцы с ужасом ожидают дождей. Любая непогода не оставит от полотна и следа. При любом шаге на дороге образуются вмятины, а из-под колёс автомобилей во все стороны летит крошка. Тут не нужно быть специалистом и можно сделать один вывод, что материал, который сюда привезли, скорее всего, бывушный, бывшего употребления. У нас здесь недалеко проходит трасса МСМ Пекинка, на которой производится ремонтная работа. И, скорее всего, этот материал именно оттуда. Вот так дорога во дворе дома выглядела до ремонта. Из-за ямы грязи к пятиэтажке отказывались подъезжать таксисты и даже скорая помощь. Люди жаловались и в управляющую компанию, и в городскую администрацию. Чиновники с требованиями жильцов согласились. Полотно ремонтировать нужно. Управкомпания ЖРЭП-8 назначила работы на июнь. Дорожные работы производило два человека. Один с инструментом, похожий на деревянную швабру, который раскатывал, размазывал эти камушки по всей дороге. И один человек катался на катке туда и обратно, утрамбовывая эти камушки в яму. Все. Весь ремонт. Буквально он прошел часами, наверное, за четыре. Проходил работник, который должен бы здесь делать эту дорогу, шагами. Шагами отмерил длину, ширину. На том и все. Вот такое я говорю, господи, элементарное. Нет, это там рулетки что ли? Измерить-то. Мы же не знаем, какая смета. Сколько заложено денег на эти работы. Что тут они нам приписали? Теперь люди боятся, что за такой ремонт им еще и платить придется. В этом году управляющая компания и так уже повысила тариф на содержание общего имущества. Теперь люди платят на три рубля больше с каждого квадратного метра. Так куда пошли деньги? В управляющей компании поясняют. На ремонт подъездов. А что касается дороги, качественный ремонт жителям предлагали. Но заасфальтировать дорогу стоило 600 тысяч рублей. Тратить такие деньги жители отказались. И ЖРЭП решил проблему по-своему. Мы провели ямочный ремонт с применением как щебня, так и асфальтной крошки. Укатали ее катком. И уверяем жителей, что летний сезон. Мы надеемся, что эта крошка слежится, укатается и даст качество. И никто не ставит точку на состояние асфальтного покрытия в доме дворей. Управ компания намерена подать заявку на включение этой территории в городскую программу по благоустройству. Тогда можно будет произвести капитальный ремонт дороги. Но жители уже написали жалобу в жилищную инспекцию. Теперь качество ямочного ремонта будут проверять надзорные органы. Валерия Саенко, Михаил Пименов, 6 канал.